В Свято-Никольский храм, который расположен вблизи аэропорта, икона святителя Луки с частицы его мощей привезена впервые. Здесь она находилась сутки, и в основном прихожане смогли поклониться в воскресный день, но и сегодня был проведен молебен. Благей и милостивей, Лука Война-Ясенецкий был профессором медицины и духовным писателем. Епископом Русской Православной Церкви. С 1946 года он архиепископ Симферопольский Крымский. Став жертвой репрессии, провел в ссылке в общей сложности 11 лет. Был причислен к лику святых в 1995 году. Он все-таки внес неоценимый вклад в годы Великой Отечественной войны, спасая солдат, не разделяя их на верующих, неверующих. Кто приходил, кому нужна была помощь, того и спасал, тому и оказывал помощь. Как телесную, так, естественно, будучи святителем церкви и духовную помощь. По сообщениям Русской Православной Церкви, люди, молившиеся на могиле епископа Луки, избавлялись от болезней. Явную помощь святителя ждут и сочинские православные. Для меня это такая святыня, понимаете, потому что у меня тоже существуют дети, внуки, понимаете. И я сама тоже верующая православная, но однако же, понимаете, у меня есть такие вот недуги. Просить о здоровье будут сегодня уже в другой церкви в Олимпийском парке. Сегодня икону и мощи передали священнику храма образа спасания рукотворного. После этого реликвия побывает в Хосте, Кудепсте, селах Лазаревского района. В целом же, по благословению главы митрополита Кубанского Исидора, православная святыня побывает в 42 храмах городов Кубани. Елена Всецная, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.